Я хочу начать с такой формулы, Алёша, с формулы, её приписывает, её получил Дебруйн. Значит, вообще мы вращаемся вокруг такой формулы Андреева. Значит, формула Андреева такая. Интеграл, интеграл детерминанта, фи и т от х, ши т, равен детерминанту интегралов, фи и т от х. И здесь есть коэффициент n факториал. И это называется формула Андреева, которую опубликовал такой Андреев. Вот такой Андреев опубликовал это. Да. Значит, я прошу обратить твое внимание, что эта формула, значит, связывает интеграл от детерминанта с детерминантом от интеграла. Не обязательно, от любой функции, там, ну, на отрезке, скажем, там, единственное, что надо, как сказать, отвлечься от вопросов сходимости. Считать, что всё там, так сказать, сходится. Что всё сходится. Да, вот такая замечательная формула. Так, а, нет, у меня есть часы, да. Значит, теперь я хочу написать, да, но это доказать совсем несложно, это следует более-менее из определений, на самом деле. Это следует более или менее, это просто определение детерминанта. Просто определение детерминанта. Я теперь хочу написать, я хочу написать аналогичную формулу для Пфофиана. А тут получается очень интересная формула. Интеграл. Тут их две, но я сегодня для чёткости ограничиваюсь одной. Интеграл x1 меньше равно xn. Просто я пишу детерминант. Фиита и xжитая. Вот такой замечательный объект. Ну, интеграл, разумеется, dx. Это ясно по всем. Можно пить хрятному. dx, как и здесь. Такой замечательный объект. Что же это будет такое? Что же это такое будет? Что же это такое будет? Это уже не может быть детерминантом и, собственно, не является им. Это будет Пфофианчиком. Пфофианчиком. Пфофианчиком вот таким. Значит, очень интересный Пфофианчик получается. Пфофианчик вот такой. Сигнум y минус x. Фи житая от x. Ну да, они фи житая от x. Фи катая от y. Значит, Пфофиан по жи и ка. Вот такой получается замечательный Пфофианчик. Ну и это тоже, на самом деле, не бог весть, как сложно это осознать. Почему получается такой Пфофиан? Значит, почему он получается? Ну, потому что. Почему, собственно говоря, получается этот Пфофиан? Потому что... Как это вообще лучше всего, легче всего понять? Ну, тоже из соображений полилинейности, антисимметричности. То есть, это тоже можно получить. Тут нужны небольшие усилия, но это тоже можно получить, так сказать, малой кровью. Это я предлагаю оставить в качестве тоже такого упражнения. Эта формула придумал Дебруин и записал их в таком журнале Индийского математического общества. Эту статью можно найти. Дебруин. А теперь, исходя из этого, я хочу разобрать... Значит, исходя из этого, исходя из вот тождества, которое мы обсуждали на прошлых лекциях, вот этот самый детерминант 1 плюс АБ равен детерминанту 1 плюс Б. Причем там, так сказать, вот точно такой же будет приемчик, но немножко более хитрый. Я хочу найти корреляционные функции для кругового ансамбля при бета равном 1. Сейчас я объясню свою мысль точно. Объясню свою мысль точно. Объясню свою мысль точно. Значит, что мы делаем с тобой? Это вот то, что мы делали на одной из прошлых лекций для бета равного 2. Мы пишем вот такой. Я буду следовать достаточно близко Трейси и Видаму. Мы пишем вот такой интеграл. А, ну да, почему они не пишут здесь И, пишут Ж и К, потому что И это корень из мнимой единицы. Но здесь уже я написал. А дальше буду писать, как они. Вот они правильно пишут, конечно. Значит, здесь пишется мультипликативный функционал. И вот такой интеграл я вычисляю dx. Теперь такое замечание. Вот чем неудобен модуль? Ну, с модулем неудобно работать. И именно этим удобно вот это интегрирование по камере Вейля. По вот такому вот подмножеству. Поэтому я могу написать такую прекрасную вещь. что если, если, вот, если, да, да, да. В хитичном круге или сейчас? А, х просто тупо вещественное. Ты знаешь, лучше всего считать, что х просто-напросто лежит от 0 до 2π. Это удобнее так считать. И это будет важно для следующей формулы, которую мы сейчас напишем. Это будет иметь значение для формулы. То есть вот это первый действительно переход. Переход от интеграла по Тору к интегралу по вот такому множеству. Значит, первый переход, он такой. Е в степени ИХЖ и в степени ИХК по модулю равно и Е в степени минус ИХЖ плюс ИХК пополам на вот это самое Е в степени ИХЖ минус Е в степени ИХК. Это верно в случае, когда ИХЖ меньше, чем ИХК. Вот это очень важно. Вот это очень важно. То есть тут речь идет, разумеется, просто о, значит, если больше, то будет там, так сказать, то же самое, но минус И. Да, вот такая формула. Вот такая формула. То есть как бы речь идет о том, что, ну, разумеется, по модулю эти числа равны. Это и так ясно. Речь идет о том, что вот аргумент, вот он именно такой, так сказать. Аргумент вот этого числа, он вот именно вот такой. Что тут плюсы, а если бы наоборот было бы минусы. Что-то аргумент, ну, собственно, это понятно. Аргумент он и видит, кто из них это, кстати, больше. Очень хорошо. Так, очень хорошо. Соответственно, записываем этот интеграл. Теперь уже по вот такой условной камере Вейля. Значит, здесь я уже ставлю вот так вот. Значит, ну, И я выношу, но это мне не очень важно. А важно мне, что возникнет Е в степени минус ИН сумма х житых. Это для меня имеет значение. Так, только, конечно же, не Н. Н – это неправильно. Н – это неправильно, а Н минус 1 пополам. Ну да, верно, потому что мы суммируем по всем парам. Значит, сейчас будем поправляться. Значит, вот поэтому важно смотреть шпаргалку. Значит, сейчас, секундочку. И И в степени Н на Н минус 1 не пополам. А почему И не пополам? Вот загадка. Почему И не пополам? Да, эта штука пополам. Сейчас, секундочку. А х, может быть, в квадрате нет? Нет, нет, нет. В квадрате было все гораздо проще. Сейчас. А почему же интересно? Это не то, что прям так безумно важно, но немножко странно. Но немножко странно. Так. Ну, сейчас это отложим. Значит, тем самым я прошу заметить, что вот эта величина… Ну, и мы совсем сейчас отложим. Это мы сейчас не будем следить на таком уровне за этим вычислением. Тем самым эта величина есть детерминант. Я прошу обратить внимание, что вот эта штучка… Смотри, пожалуйста. Если бы просто вот эта штучка, это просто Вандермонт. Было бы детерминант Е в степени И. К, ну, К я не хочу, потому что, допустим, вот так вот. П, он пишет. П, Х. Если бы просто вот эта штучка. П, Х, там, Ж, допустим. Где Ж… Где Ж-то, разумеется, у нас всегда от единицы до Н. А П был бы от нуля, там, до Н-1. Это если бы не было вот этого поправочного члена. Но поправочный член, он у меня сдвигает П, и П становится на симметричном интервале. П от минус Н-1 пополам до плюс Н-1 пополам. От минус Н-1 пополам до плюс Н-1 пополам. При этом важно то, что Н, кстати, сказать, чёртное. Глобально мы хотим построить детерминатную меру. Не детерминатную, фофианную. Фофианную меру. То же самое, то же самое, то же самое. Это пространство на окружности. Точки на окружности. Но корреляционные функции будут задаваться уже не детерминатам, а фофианчикам. Так, и этих точек Н штук. Н штук? Н штук. Н маленькая и Н большая. Фофианчикам это значит, что у нас будет перманентный процесс. Нет, фофианный. Фофианный, не перманентный. Фофианный. Они тоже будут подталкиваться. Нет, фофианный. 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 Очень хорошо. Значит, вот эту штуку мы записали. Ну, с точностью до констант. Равенство понимается с точностью до констант, зависящих от И. Которые мы не интересуемся которыми. И теперь мы замечаем. Вот теперь очень важное место. Значит, теперь вот очень важное место. Мы записали как детерминат. Напоминаем, что есть еще вот этот член. И, соответственно, все вместе по формуле Дебруйна становится фофианом. Фофианом от чего? От сигнума х минус иклик. Е в степени ИПХ на Е в степени ИКУ ИГРЕК на 1 плюс Ф от Х 1 плюс Ф от Х. ДХ ДХ. Они пишут, пишут, до ИГРЕК, до ИКС. Ну, она самим фактом своего существования, но вариант относительно вращений. Ну, просто как это увидите с фофианой формулой, если там... А, нет, а в фофианой формуле это не будет видно сходу. А, это вот очень правильный, очень правильный, очень хороший момент. В фофианой формуле... Ну, давай, дойдем до фофианой формулы. Но сейчас, даже... Сейчас, или нет? Нет, беру свои слова назад. В фофианой формуле это будет видно, потому что это будет формула от Х минус иклик. Но для синус ядра это же видно, правильно? Вот это надо формуле... Даже Х с ИКом отбуляют от двух П. Ну, это будет... Нет, но это сейчас мы там выбрали, а в конце, как бы в конечной формуле это будет уже не важно. Это сейчас мы выбрали, чтобы в промежуточных вычислениях писать вот такие вещи. В промежуточных вычислениях. А в конечной формуле это не будет иметь значения. В конечной формуле, когда мы получим там коррекционное ядро... Ну, просто это сейчас мы сделали такой выбор, так сказать, чтобы воспользоваться этой формулой Дебруйна. А в конечная формула там уже все это, как бы, конечная формула будет, как бы, обратный вариант относительно всего. Ну, сейчас, ну, вот будем следить за вычислением. Вот такой формулы. Теперь, дальше тут начинается какая-то такая йога небольшая. Значит, удобно просто, во-первых, удобно ввести обозначение. Мы будем писать, вместо того, чтобы не писать, вот это и там и так далее, мы будем писать eP от x. Это это eP от x. eP от x житого. И дальше что? Они на самом деле используют обозначение eP от x для нормализованной экспоненты. Да, это, наверное, даже удобнее, но мы сейчас на все эти константы не обращаем внимания. Это сейчас для нас не так важно, значит, с точки зрения константы для нас не так важно. И, кроме того, им удобно просто для, так сказать, соображений графических, p заменить на минус p. Это не имеет никакого значения. И вместо сигнума мы будем писать epsilon. Значит, соответственно, просто вот такое переписывание приводит вот к такой формуле. e минус p от x это просто замена p на минус p. Чисто для графического удобства. Хотя, казалось бы, ну сейчас это будет видно почему. Продолжение следует. Считаем, считаем интеграл. Считаем выражение под пфофианом. Значит, выражение под пфофианом. Теперь, значит, считаем. Выражение под пфофианом есть. Значит, что? Ну вот единичку берем. Единичка это 1 делить на, там, скажем, q, дельта и q. Дельта pq. Единичку взять. А может быть, вот и для этого, чтобы не писать дельта минус pq. Значит, дальше. Дальше что? f от x умножается, значит, интеграл f от x на epsilon. f от x, прошу прощения. Я в степени успешности, это я запутаюсь в индексах. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку, 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 секундочку. Да, еще мы должны заметить вот такой факт, что epsilon e p это e p поделить на ip. Вот такое прекрасное утверждение. Вот такое прекрасное утверждение. Соответственно, когда мы применяем к одному, вот когда мы применяем интегрирование, к одному из них, то мы получаем просто-напросто... А, и вот, кстати, вот еще одна причина, почему удобно написать минус p, потому что получается формула симметричная по p и q, чего бы не было. Когда мы применяем интегрирование к одному из них, в одном случае по x, а в другом по y. О, какая красота! То получается вот такая вещь. Интеграл на e в степени px на e в степени минус qx. Минус p, прошу прощения, минус p. И здесь, соответственно, получается 1 и p плюс 1 и q. Один раз такая форма получается с p, один раз с q. И, наконец, квадратичный член, член с, в который f входит уже как бы вот в интегрирование с ε, его упростить не получается, и мы его просто переписываем. минус f от x, e q от x, ε от f, e в степени минус e, f, e, да, вот так вот от x. И это тоже интеграл, все интегралы dx. Интеграл dx. Вот такая строчка. Вот такая строчка. Вот такая строчка. Вот такая строчка. Теперь это подинтегральное выражение, значит, я могу перейти сюда. Вот такая строчка. 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 Я переписываю вот в такой форме. Вот в такой форме. Значит, что я имею? Я просто фактически умножаю на Q. На Q я могу домножить, просто чтобы не мучиться. ΔPQ. Дальше. Интеграл такой. Интеграл dx, значит, от чего? 1 плюс Q делить на... Значит, от чего? Значит, во-первых, 1 плюс Q делить на P. F от X. E в степени минус P от X. EQ от X. Очень хорошо. И вот этот вот главный квадратичный член. И Q. Ну, Q, потому что мы домножили просто на это несчастное Q. F от X на эпсилен, примененный к F E минус P от X. Это я просто фактически переписал. А вот сейчас будет чудо маленькое. Надо заметить, что это выражение есть. ΔPQ это вообще все очень хорошо. Что это выражение есть. Да, я прошу прощения, и я еще одну вещь не сказал, которую я должен был сказать. Мы, я прошу прощения, это я должен был сказать, я вот напрасно не сказал. Мы написали, что некоторый наш интеграл, он равен F от чего-то. Но на самом деле, как видно, я здесь, я вот как раз от антисимметрии перешел, как бы, понятно, да, к некоторой такой форме симметрии. Вот, вот эта замена P на минус P. На самом деле, мне удобно возвести в квадрат. Почему? Сейчас я объясню. К чему я вообще иду? Я иду к чему в конечном итоге? Я иду к тому, что вот этот интеграл от мультипликативного функционала, он будет фофианом от чего-то, от как бы, вот пишется так, J, плюс какой-то оператор K на F. Но на самом деле, мне удобно возвести в квадрат и уже написать детерминат, самый обычный, детерминат 1 плюс KF. K будет матричным, неудобно. То есть, вот мне удобно возвести в квадрат, и вот, как бы, вот эти все сигналы, вот эта вся антисимметрия, она, как бы, так сказать, вот, то есть, писать детерминат единица плюс нечто. И вот я уже единицу, вот я эту вижу, дельта PQ, вот она единица, она уже появилась, как бы, из соотношения ортогональности. А вот, вот это вот нечто, где интегрирование по X. Соответственно, я пишу, я прошу обратить внимание, что... Так, сейчас я, по-моему, неправильно написал кое-что. Сейчас, секундочку, я, по-моему, одну из формул написал. F от X. Да, я пропустил, ой, я очень прошу прощения. EQ от X. Я же сказал, что квадратичный член, а не написал его. F от X, я неправильно написал, очень прошу прощения. F от X. EQ от X. Вот. Теперь я очень прошу обратить внимание, что здесь написано произведение матриц. Каких? А вот, вот каких. Значит, здесь я пишу. И Q. EQ от X. И EQ от X. Это столбец. А здесь, соответственно, я пишу. F значит, что? F от X. E минус P от X. А здесь вот так вот. 1 и P. F от X. E минус P. Сейчас. 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 F от X. F от X. F от X. F от X. И вот так вот. Вот такие две матрицы. Вот эта строка, это столбец. И перемножив их, эта матрица 1, 2, это 2, 1. Перемножив их, я получаю вот это выражение. Так, сходятся концы с концами? Или не очень сходятся? Например, почему? Тут может быть какая-то небольшая ошибка в знаке где-то. Ой, нет, прошу прощения. Нет, все правильно. Нет, все верно, верно, верно. Никак нет ошибки в знаке. Все верно. Я очень напрасно говорю про ошибку в знаке. Все правильно. Правильный знак. Правильный знак. Ф одного не хватает, кажется. Теперь мы слагаем строки. Нет, F одно там. Линейно по F. Это очень важно. Линейно по F. Это очень-очень важно. Линейно по F. Изначально с выражением было куб. Только один есть вот такой квадратичный член по F. Только один. А все остальное линейно по F. Вот это вот выражение линейно по F. Это очень важно. Вот он только один квадратичный член. нет вот это дает вот этот член ску делить на п и вот это дает вот этот квадратичный член наш любимый вот он вот он член просто f с единичкой нет вроде сходит в конце с концами смотри к что тебя смущает мы потерялись метр по пк мы потерялись метр по пк мы потерялись метр по пк не они но мы следим с тобой просто от автологически четыре члена так не 4 3 члена два таких и три таких но рода здесь три члена и здесь три члена раз значит этоp на куч ли он вот этот нет знаки вроде правильно да смотри минусов от х минусом она тут стоит минусу от минус все правильно а этот с плюсом до нет правильно отлично потому что теперь мы вот и делаем вот это вот замечательное преобразование Вот такой вот очень красивый поворот в сознании. Значит, теперь все предыдущее можно даже смело забыть. Мы теперь детерминант 1 плюс АБ заменяем на детерминант 1 плюс БА. То есть произведение, смотри, вот этот детерминант, он воспринимает, значит, смотри. Итак, здесь мы перемножали матрицы по ПКУ. Нет, плохо говорю. Надо так воспринимать, что вот были вот эти матрицы, как бы, а перемножение воспринималось по ИКСУ. А здесь наоборот. Вот, так сказать, в одном случае была ПХ-матрица, так сказать. Я прошу обратить внимание, что вот это выражение зависит только от П, а вот это только от КУ. Вот это очень важно. В одном случае была, так сказать, ПХ-матрица, а в другом случае, так сказать, ИКС-КУ-матрица. И мы их перемножили. Прекрасно. А теперь мы перемножаем наоборот. Вот, как бы, так сказать, у нас П и КУ схлопнутся, и получится 2 на 2 матрица с ИКС-ом. То есть я фактически умножаю вот так вот, смотри. Значит, фактически умножаю вот так вот, смотри. ИКУ-ЕКУ. Здесь просто ЕКУ. А здесь, соответственно, ну вот эта вот штучка. 1 и П. Ф. Е минус П. Минус Ф эпсилон. И здесь, соответственно, Ф на Е. Ф. Соответственно, я получаю. Ну, что есть, то и получаю. Тут, как сказать, не КУ делить на П. Тут нету, как бы, нету простора. Простора нету. Тут что есть, то и есть Е. КУ минус П. Сейчас напишем, а потом сверим. Посмотрим, сколько ошибок есть. Сколько ошибок я сделаю. Значит, 1 делить ИП. Вот это очень важно. 1 делить ИП. ЕКУ. Все это умножается на Ф. Я КУ минус П. Так, я только вот написал очень мелко. Сейчас, секундочку. А, нет, нормально, 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 нормально. Все будет хорошо. Значит, так. Здесь. Значит, ЕКУ минус П. Никуда тут не деться. И вот самый сложный член. О, нет, подожди. А я первый член неправильно написал. Я очень извиняюсь. Очень неправильно написал первый член. Я неправильно написал первый член. Я очень прошу прощения. Я неправильно написал первый член. Я неправильно написал первый член. Q на P, E, P минус Q, это, конечно, правильно. Это, конечно, правильно, но еще у меня есть вот этот член. E, Q, Epsilon, F, E минус P. Тут никуда не деться. E, Q, Epsilon, F, E минус P. И все это, конечно, F. А здесь соответствующий же член с Q. Тут Q идет, Q. А здесь точно такой же член, но без этого самого И, Q. Значит, все то же самое, но без И, Q. Соответственно, 1 делить И, P. E, Q минус P минус Epsilon, E минус P, E, Q. Так, сверяемся с источником. Сейчас будет такой... Правильно, причем... Причем... Причем мы должны при умножении матриц, мы должны положить Q равное P. Это же умножение матрицы есть, как бы так сказать. Это же умножение матрицы есть. Сейчас я напишу то, что пишут они, но вот это надо понять получше, конечно. Как они к этому приходят. Значит, соответственно, формула переписывается вот в таком виде. Соответственно, формула переписывается вот в таком виде. Единица плюс сумма E, P на F, E минус P. Здесь тензорно, тензорно надо просто понимать, как оператор A от X, B от Y. Просто для сокращения записи. Минус сумма E, P на F, Epsilon, F, E минус P. Тут еще, да, тут еще они где-то там транспонирование в катале, или я где-то транспонирование ошибочно... То есть то, что я напишу сейчас, отличается от еще... Я сейчас просто переписываю формулу, но это отличается от моей еще транспонированием. Так, ну это члены, я хочу обратить внимание, что это члены просто-напросто мои. Потому что вот это мои члены из первой строки. Абсолютно. Абсолютно. Ну тут F просто написано, да, абсолютно. То есть это суммирование по P? Да! А по каким? Ну P у нас вот фиксировано в этом симметричном интервале, вот это от минус N пополам до N пополам. То есть их аншпуха этих P? Да, абсолютно. И теперь идет еще сумма. Это вот просто единственное, я тут говорю, я тут транспонировал. Это вот моя первая строка. А первый столбец, он идет именно таким же. Значит, сумма И, P. Е, P на F, E минус P. И, соответственно, И плюс сумма Е, P на F, E минус P. Так, я, да, вот так вот. Я, конечно, тут, да, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Так, эту формулу со всеми ее ошибками я стираю. А, значит, вот это, это, значит, формула правильная. Дальше тут еще один такой небольшой финт. Вот нам очень мешала, нам очень мешала вот эта квадратичная как бы часть. И она на самом деле уходит, потому что вот эта матрица, есть произведение двух таких матриц. И плюс сумма Е, P. Дальше производная. Вот тут очень интересно, что вот играет вот эта производная сумма И, P. И первообразная. Вот это, так сказать, член, который нам приятен, так сказать. И тут еще вот-вот это такой как бы паразитический член. Но его определить равен единице, поэтому его можно смело проигнорировать. И в конечном итоге всего мы получаем вот такое потрясающее ядро. Я считаю, что это единица, определительно равен единице. Получаем вот такое потрясающее ядро, которое является главным как бы итогом всего. Потрясающее ядро. И плюс сумма Е, P. Минус П. Сумма. Е, P. Минус Эпсел. И все это примененное кэрфу. Получается вот такая совершенно потрясающая формула. Получается вот такая совершенно потрясающая формула. Совершенно замечательная потрясающая формула. Потому что это же есть протасинус ядро. То есть получается, понимаешь, что если вот это вот, это же есть синус ядро. Производная и первообразная. Получается вот такая вот. Ну, конечно, получается вот такая вот вещь. Синус N пополам. X минус Y. Производная. Еще один синус. Ну, нет, при любых. Почему? Это же тождество. Все, что мы... Это же было... Это же чисто такое тождество. И первообразное. С маленькой поправочкой вот такой вот минус эпсел. И вот такое получается потрясающее матричное ядро. Что происходило глобально? Мы стартовали с некоторого определенного процесса... Не, ну мы же не знали, что он фофианный. Вот теперь мы знаем, что он фофианный. Мы стартовали с некоторого процесса, и мы выяснили, что он фофианный. Ага. При этом этот процесс, точки были на окружности? На окружности, были на окружности, конечно, да. В общем, вот главный вывод. Давайте мы, так сказать, значит, на эту запись закончим.